Добрый день, дорогие друзья! С вами передача День шедевра, в которой мы путешествуем через пространство и время и рассказываем вам о шедеврах мастеров, которые творили в разные века на нашей планете Земля. А эти шедевры собрал Рязанский художественный музей. Сегодня мы отправляемся в прекрасную горную страну, точнее республику нашей необъятной России, Дагестан. Я передаю слово моей соведущей Марии Киселёвой. Добрый день, дорогие друзья! Рязанский художественный музей впервые показывает болхарскую керамику. Изделия этого гончарного промысла выпускали в высокогорном ауле Болгар в Дагестане много-много-много веков назад. По преданию, некий добрый бедняк открыл секрет общения с местной удивительной глиной и научил этому мастерству односельчан. Но говорят, что самые красивые и самые изящные изделия получались только у женщин, поэтому болхарскую керамику издавна готовили только мастерицы. А мужчины уже готовые вещи развозили по всему Дагестану. Форма удивительная, невероятная, тонкостенный чек-поп. Болхарская керамика очень изящная, легкая и на удивление прочная. Мастера используют гончарный круг, но вот форму посуды вытягивают с помощью длинных мягких глиняных жгутов, а потом разравнивают до гладкой поверхности. Мастера отправляют сосуд в печь, но прежде чем изделие отправится греться, мастера расписывают желтой и белой глиной. Под воздействием температуры желтая глина приобретает красноватый оттенок. Невероятная палитра сюжетов. Это сосуды, это бытовая керамика, сосуды для хранения зерна, воды и вина, фигурки людей, животных и птиц и даже целые сюжетные композиции, которые знакомят нас с жизнью горцев. Даже Расул Гамзатов упоминает Болхарскую керамику в своей книге «Мой Дагестан». Узнать историю Болхарской керамики, экспонаты которой находятся в коллекции Рязанского художественного музея, а также истории других шедевров, вы можете на сайте Рязанского информационного агентства 7info.ru, в наших рубриках в социальных сетях, а также в группе ВК Рязанского художественного музея. Рязанского художественного музея